Сегодня к понедельнику накопилось очень много различных новостей и разных событий. Я хотел бы их сначала откомментировать. Итак, вот буквально несколько часов назад по средствам массовой информации прошло сообщение, что бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова осудили на 18 лет, его заместителей на 16 лет, ну и одного заместителя на 3 года. Ну и я по этому поводу хотел бы изложить свою позицию. Мне люди пишут, говорят, а вообще Карим Масимов точно сидит? Но понимая, что эти вопросы будут задаваться обществом, власть сегодня разместила некую фотографию, где Карим Масимов стоит и выглядит вполне, что называется, здоровеньким. Вы знаете, на прошлой неделе вышло много разных сообщений по, опять же, по каналам власти, что якобы Карим Масимов вот-вот умрет, и его надо немедленно отправить лечить на запад, ну понятно, куда на запад, в Сингапур, его любимый Сингапур, где у него спрятаны вместе с Назарбаевым миллиарды долларов, где у него там дворцы и все прочее. Вот, ну то есть как бы общество готовит к тому, что Карим смертельно больной, и вот его надо, конечно же, отправить на лечение. Совсем недавно мы слышали, что Булат Назарбаев, что он уже с 15-го года так болеет раком, и что он убирает, а промежутки мы видели и в 17-м, 18-м году, как он организовал круг пары, раздавал доллары и выглядел вполне успешно, ну и у него вокруг куча малолетних жен было, как известно. Вот такой больной раком был Булат Назарбаев, а когда общество начало требовать, чтобы его наказали, вдруг он оказался немощным и выглядел как дурачок, который не мог даже произнести слово, и что-то он там рисовал на бумажке около своей дочери. А вот буквально пару месяцев назад мы увидели, что опять же Булат Назарбаев вполне себе здоровенький, ходит на Сау-Ки-Эсу, на разных праздниках участвует, ну пока он уже теперь не раздает по тысяче долларов кому-либо, но он же несчастный, вот-вот умрет. В общем, одним словом, нам тут на прошлой неделе новый трюк бросили уже по Кариму Масимову, а тут фотографии, он живее всех живых. Ну и, конечно, люди задают вопрос, а вообще это Карим Масимов может какой-то двойник, а сам Карим Масимов ест свой любимый арбуз где-то в Сингапуре. Конечно, возникает очень много вопросов, что если человек организовывал государственный переворот, а почему страна не может видеть и слышать, как он это организовывал, что якобы он какие-то государственные секреты, какие, что 20 тысяч террористов испарились в воздухе, это такой вот секрет, и только Карим знает, и поэтому судебные процессы были тайно и скрытые. Очевидно, что суды должны быть открыты, и люди действительно должны видеть, что раз Тукаев говорит, что Карим Масимов организовывал переворот, то мы должны услышать, что действительно был переворот. Ну и еще комментарий, хочу сказать, что это одно из самых тяжких преступлений, попытки государственных переворота и так далее, тем более, что в этих событиях погибло немало людей, по нашим данным тысячи, только по официальной версии власти погибло 238 человек, и вот нате вам Кариму Масимову 18 лет срок. Я хочу сказать, что мне в 17-м году дали заочно, не привлекая адвоката, ничего, дали заочно 20 лет. Давайте сравним, друзья. 18 лет человеку, который готовил и совершил так называемый государственный переворот, завез 20 тысяч террористов мифических в страну, и ему 18 лет, а Мухтару Аблязову 20 лет. Ну, на этом же мои приключения не закончились, мне в 18-м году уже дали заочно пожизненный срок. Неужели я более опасный для этой власти, чем Карим Масимов, который обладал всеми возможностями для государственных переворота власти? У меня этих возможностей никаких нет. Я ориентируюсь только на мирные способы борьбы, которые описаны в Конституции. И вот вопрос, почему Кариму дали, например, 18 лет, а не пожизненный срок? Большой вопрос, правильно? Ну и, конечно же, до тех пор, пока Карим Масимов не появится на видео, не расскажет свои любимые какие-то анекдоты, не будет есть любимый свой арбуз, ради этого случая, я думаю, найдутся люди, которые принесут ему арбуз, чтобы посмотреть, что он действительно сидит в казахской тюрьме. Я думаю, мы не должны верить, что Карим Масимов действительно находится в тюрьме. Действительно находится в тюрьме, а не где-то в Сингапуре. Почему Дикий Арман, глава организованной преступной группировки, бандит, который нападал на лидеров оппозиции, который исполнял поручения Комитета национальной безопасности и по заявлению самих же следователей, что Дикий Арман захватывал людей, пытал, избивал, и кто-то погиб, свободно выступает в Инстаграм, дает интервью, делает обращение к Токаеву, а целый председатель Комитета национальной безопасности не может воспользоваться Инстаграм, сделать какое-то обращение к тому же самому Токаеву или к Назарбаеву. Почему какой-то мелкий бандит, которого КНБ использовало в нападении на граждан нашей страны, на лидеров оппозиции, свободно вещает? Видите, да? Собственно, вот все эти вопросы, они повисают в воздухе и, соответственно, вызывают недоверие, что Карим Масимов якобы сидит в тюрьме. Это первое. Ну и я, прежде чем важные ключевые вещи хотел бы озвучить, хотел бы объявить, что Координационный совет оппозиции объявляет конкурс. Мы объявляли конкурс на самый грязный город Казахстана, но сейчас уже видно, что грязный город – это не самая главная проблема. Акимы городов, областей, районов и так далее фактически они участники этого ОПГ, этой власти. И не только у вас грязный город или плохой воздух, плохая инфраструктура, вся ваша нищета, бедность именно зависит от действующих руководителей городов, районов и так далее. Поэтому мы расширяем и говорим, что мы объявляем конкурс на самого плохого Акима страны. Поэтому, уважаемые друзья, присылайте на БОД 16.12. Ссылки я выставил сегодня в своих постах. Присылайте информацию. Давайте понаблюдаем. Давайте узнаем, что за Акимы нового Казахстана рулят нашей страной. Вот Актюбинцы, молодцы, прислали много информации по Актюбе. Грязь, гигантский объем мусора, неделями не убирает, разбитые дороги, разбитая инфраструктура, убитые дома. Это при том всем, что Актюбе добывает нефти как минимум в несколько раз больше, чем в Эмирате Дубае. Несколько раз вдумайтесь и посмотрите, как выглядит Эмират Дубае и как выглядит Актюбе. И я думаю, что, уважаемые друзья, все это происходит только потому, что граждане страны молчат, активно не участвуют в этой борьбе, массово не создают ячейки. Сейчас на данный момент у нас создано чуть более 280 ячеек по всей стране. В среднем по 5 человек. Считайте, что это всего лишь около полутора тысяч человек. И когда вы ждете, что кто-то сделает революцию, я хочу вам сказать, что ячеек таких, от которых вы ждете активные действия, всего лишь около 280, а нам нужно 4000. И без вашего участия никаких перемен не будет, уважаемые друзья. Вот, собственно, и в Актюбе, и в других городах вот то, что вы видите, происходит. Плохие дороги, развал экономики и так далее, это следствие кадровой политики этого коррумпированного режима. Собственно, именно поэтому у вас в Википостузе было холодно, вся инфраструктура была разморожена, вы до сих пор там мерзнете. И это связано с тем, что вы просто тихо сидите и жалуетесь на жизнь в своей холодной квартире, не выходите на массовые протесты. Только так можно добиться перемен. Ну и, уважаемые друзья, следующее, то, что сейчас наши граждане беспокоят, это быстрый рост цен на нефтепродукты и газ. Я озвучивал, что Тимур Кулебаев контролирует цены на нефтепродукты в нашей стране, что существует около пяти компаний с разными названиями, но фактически они все под контролем Тимура Кулебаева. Сейчас в долю в этот бизнес к Тимуру Кулебаеву пристроился Косможомар Токаев и его родственники. Именно поэтому они поднимают цены на нефтепродукты, при этом ссылаясь на то, что якобы соседние страны у нас скупают и у нас становится плохо. Но вообще суть рыночной экономики в этом и заключается, в том, что если твой товар хорошо скупают, главное, чтобы ты не был в убытке. А какой же убыток может быть, если они все время торгуют в прибыль? Здесь речь идет о том, что они просто хотят еще больше прибыли заработать. Каким образом? Они просто поднимают цены на нефтепродукты, не позволяют конкурентам работать в нашей стране, даже конкурентам из России, из Китая, которые могли бы поставить свои нефтепродукты. И таким образом вы бы получили бы право выбора, у кого покупать. Вот так формируется рыночная цена. А они, имея монополию, закрывают фактически возможность с другим торговать, поднимают цены и получают дополнительную прибыль. Между прочим, эта власть хочет получить дополнительную прибыль и на сжиженный газ. Помните, год назад в Жан-Узене и в Ахтау люди вышли и сказали «газ елю», когда правительство объявило, что цены на газ будут уже как минимум сто тенге. Более того, когда жан-Узенцы вышли и сказали «газ елю», представитель министерства энергетики сказал «да вы что, это невозможно, у нас себестоимость сто тенге». Но когда десятки тысяч на улице вышли, газ сразу стал елю. И вот сейчас правительство объявляет новые цены и смешно, что те города и регионы, которые были активны, а это западный Казахстан, это Мангстал, Атарау, Актубей и так далее, там газ елю. А те, кто были пассивные, это Северный Казахстан, центральная часть, у них цена начинается от 70 тенге. И это не предел, цены будут повышаться. Новый министр энергетики, родственник, Нурсултан Назарбаева, тот самый реваншист, Нурсултан Назарбаев, тот самый Назарбаев, который якобы ушел на пенсию, продолжать расставлять свои кадры. Вот министр энергетики, это его родственник. Я уже на прошлой неделе это все показал. Так вот, это его родственник заявил, что цены на газ будут расти, потому что вот цена себестоимости ее не меньше 70 тенге. Хочу вам напомнить, что покойный Айсултан, внук, сын, это что называется на совести Нурсултана Назарбаева, считаясь, что сын Нурсултана Назарбаева, а не внук. Перед смертью дал информацию подробную, что торгуя различным видом газа, в том числе сжиженного, кстати говоря, Тимур Кулебаев в одном из годов заработал свыше 700 миллионов долларов, просто отбирается газ по низким ценам и перепродавая его дороже, 700 миллионов долларов, из которых 300 миллионов долларов сразу улетели в Гоге Ашкеназии. Эти 300 миллионов долларов переводил кто? Кайрат Бурамбаев, который вот сейчас посажен в тюрьму, по-моему, на 8 лет. Так что я хотел бы сказать ко всем, обратиться ко всем тем, кто участвует в такого рода сделках с Тимуром Кулебаевым, с Касмужумар Токаевым, видите, вон, Кайрат Бурамбаева слили, он же был доверенным лицом Тимура Кулебаева, Куда Нурсултан Назарбаева, 300 миллионов долларов откатывал Гоге Ашкеназии, и вот, тем не менее, вот так вот жизнь распорядилась. И что я по этому поводу хочу сказать? Когда сейчас правительство объявляет о росте цен на нефтепродукты, на газ, вы всегда знаете, что за спиной Тимура Кулебаева стоит Гога Ашкеназии, ненасытная, что если вы получили информацию только с одной сделки она получила 300 миллионов долларов, то вы должны понимать, что это дополнительные доходы, которые Тимур Кулебаев вместе с Тукаевым сейчас получит, а не часть из них опять перетечет Гоге Ашкеназии. Вот, собственно, в этом вся суть, а не в какой-либо конкуренции, что якобы наша экономика, нефтегазовый сектор получает субсидии от правительства, как Тукаев сказал. Нет, никаких субсидий от правительства эту отрасль не получает. Более того, около 50% доходов государственного бюджета страны формируется за счет нефтегазового сектора, при том, при тех ценах, которые были недавно, а они хотят теперь поднять цены и еще раз заставить вас жить еще более нищей жизнью. Сейчас будет рост инфляции, опять поднимутся цены на самые различные товары. Вот что значит рост цен на нефтепродукты и газ, уважаемые друзья. Вы пассивные, цены растут, вы активные, цены падают. Вот очень просто все работает. Ну и в этой связи мы говорим, призываем вас, уважаемые друзья, с 1 мая выйти на митинги в 14.00 по всему Казахстану. Места опубликованы. Ну вот я еще хотел бы откомментировать. Ко мне ряд людей обращаются, говорят, Сергей Жан Беллаш призвал не выходить на митинг, сидеть дома, ждать пока, что называется, помрет Путин. Я уже по этому поводу комментировал и хочу сказать, если мы рабы, если мы ждем, что произойдет где-то там в России, еще еще где-то, если мы являемся ненезависимым государством, то, конечно, мы можем сидеть и говорить, давай подождем, когда в Китае Сипинь умрет, давай подождем, когда в России Путин помрет. то есть мы как были колонии вчерашней России, так и остались. Мы в свое время были колонии, по сути дела, и джунгаров, кого только мы не были колонии. Это вот как раз это психология, психология тех людей, которые хотят, чтобы перемены произошли не вследствие наших активных действий, а сами по себе сверху. Перемен, уважаемые друзья, не будет таким образом. Поэтому не надо ждать смерти Путина, это бесполезное дело. Ну и еще интересная новость. Вот смотрите, я на прошлой неделе сделал обращение Хасанжимар-Такаеву и предложил, чтобы мне передали в управление Магисталовский энергокомбинат. Там вы видели катастрофическую ситуацию. Этот комбинат ответственный за поставку воды, питьевой, технической, горячей, холодной воды жителям региона. Он единственный поставщик. И он же вырабатывает электроэнергию. Если этот завод предприятия остановится, то Магисталовскому региону не будет электричества, не будет воды, не будет ни горячей, ни питьевой, никакой воды. Вы представляете, какую важную функцию исполняет это предприятие? Тогда и нефтепредприятие тоже не будет работать. И вот работники этого предприятия получают всего лишь 160 тысяч тенге в среднем. Кто-то 90, кто-то больше, но в среднем не более 160 тысяч тенге. Я сделал предложение, все эти проблемы я решу за полгода. Все денежные средства, которые будут генерировать это предприятие, они останутся на МАЭК, и заработной платой будут в среднем не менее миллион тенге, до 3 миллионов. Минимальная зарплата будет 500 тысяч тенге, и налоги это предприятие будет платить минимум в 3 раза больше относительно того, что сейчас платит это предприятие. И ремонтная кампания будет организована силами самого предприятия. Вот что я предложил Асамжимар Токаеву. Что случилось? Работники этого предприятия планировали выйти на забастовку, руководители запаниковали, они начали говорить, что Аблязов неквалифицированный, он не может дистанционно что-то сделать. Ну, давайте любого, кто такое скажет, поставим друг против друг друга и посмотрим, кто более квалифицированный. Вы знаете, я был министром энергетики, управлял в том числе этим предприятием. Именно в этот период не было никаких проблем ни с водой, ни с холодной, ни с горячей, ни с какой. И поэтому меня, конечно, вызывает недоумение, что житель Ахтау получает воду ржавую по какому-то графику. У них нет горячей воды, у них перебои с электонергией и жители Ахтау не выходят на массовые митинги. Единственный способ решить эту проблему выйти на массовые митинги. Вот я сделал обращение к Ахтамжу Майору и что получилось, уважаемые друзья? Вот буквально я сейчас выставил пост, показал приказ, подписанный директором предприятия МАЭК с 24 апреля и в нем заявлено, что с 1 апреля с задним числом, не с 24 апреля, с 1 апреля, работники МАЭК, им доплачивается 51 750 тенге у всех тех, у кого зарплата ниже 300 тысяч тенге и другим работникам. На 51 750 тенге подняли. Почему? Потому что я привлек ваше внимание к этому предприятию, сразу сказал, что они ограбили, воруют эти предприятия. Вокруг этого предприятия разные прокладочные структуры построены, Нурсултана Назарбаева, там его кошелек есть Рашид Сарсенов, который работает в пользу Нурсултана Назарбаева. Стоило мне это сказать, и зарплата сразу поднялась. И все это я сделал, уважаемые друзья из Франции. Вот кто-то сомневается, говорит, как это дистанционно невозможно что-то сделать. Я вам показываю, что дистанционно у работников предприятия, благодаря моим усилиям, увеличилась зарплата на 51 750 тысяч тенге. А вы понимаете, если я действительно получу это предприятие в управлении, вы увидите, что средняя зарплата будет не менее миллиона тенге. То есть, такими своими лихорадочными действиями власть просто показала, есть там все на этом предприятии, все проблемы можно решить. Нужно, чтобы они не воровали. Воруют они огромные суммы, уважаемые друзья. Так что, видите, можно, оказывается, решать проблемы дистанционно. И все заявления с моей стороны о том, что минимальная зарплата должна быть не менее 500 тысяч тенге, на экспортных предприятиях не менее миллиона тенге. Это абсолютно реальность. В этой связи, уважаемые друзья, мы видим, что Жанозень, Мангестау, вообще поднимая температуру в нашей стране, это регион, который не молчит, двигается, и жизнь людей меняется. Она не изменится там, где люди ведут себя пассивно, потому что они говорят следующее, нам бы хорошего президента. Когда будут перемены? Перемены будут тогда, когда вы будете активны, как люди, живущие в Актау, Жанозени, в целом Мангестау. Тогда у вас будут перемены везде. И очевидно, что при этой власти перемен не будет, и поэтому наша задача их просто снести. И с учетом того, что эта власть пытается загасить жанозенцев и жителей Актау, мы заявляем, что и призываем 1 мая выйти на митинги, мы говорим, что поддержим жанозень. Это героический жанозень, которого власть преследовала, расстреливала, убивала людей, пытала. Это революционный жанозень. Мы должны поддержать жанозень, и именно жанозень фактически даст дух всей нашей стране. Мы призываем 1 мая выйти на митинги по всей стране 14.00 и наши требования следующие. Зарплаты в экспортных предприятиях в среднем не менее 1 млн тенге. Поднять зарплаты пенсии и пособия в 2 раза. И такие возможности государства есть. Списать все потребительские кредиты, уважаемые друзья, где-то приблизительно 12-13 миллиардов долларов вообще размер всех потребительских кредитов в стране. сейчас я вам так скажу национальных резервов страны свыше 94 миллиардов долларов. Вдумайтесь списать нужно всего лишь 12-13 миллиардов долларов. Национальных резервов страны свыше 94 миллиардов долларов. При этом вы видите что этот режим не доплачивает людям реальную зарплату. Они эти деньги кладут себе в карман. Ее размер известен. много раз это озвучивал. Минимум 30 миллиардов долларов это политическая верхушка режима Назарбаева такая крадет ежегодно. Размер государственного бюджета страны 20 миллионов республики около 30 миллиардов долларов. есть они крадут фактически такой же объем бюджета 30 миллиардов долларов сверху этого столько же крадут представляете какие масштабы поэтому в два раза поднять зарплаты пенсии и все прочее это вообще не проблема уважаем друзья ну и важно еще сейчас Казахстан на грани санкций экономических политических санкций они будут может быть не завтра но что называется колесо в эту сторону крутится и мы работаем над тем чтобы эти санкции были против токаева и узкой политической верхушки фамилию вы скоро их увидите но во главе всего этого стоит токаев именно эти люди помогают путину в войне убивать украинцев именно эти люди нашу страну кладут под путина санкции санкции будут мы над этим работаем я на этой неделе озвучу какие действия сделаны и какие фамилии будут нам рекомендованы против кого нужно применить санкции это персональные санкции это не против страны не пугайтесь когда они говорят что облязов не думает о казахстанцах все эти санкции на самом деле коснутся всех и каждого мы работаем над тем чтобы санкции были персональные против врагов нашей нации конкретно против токаева и его приближенных и наша задача чтобы казахстан вышел из этого преступного террористического одкб который утопил в крови в январе наш народ во многих городах страны мы должны не сотрудничать с путином выйти из евразийского союза выйти из одкб итак какие наши требования первое зарплата в экспорт предприятиях не менее одного миллиона тенге и тогда деньги хлынут в экономику люди начнут больше зарабатывать и откроется много рабочих мест фактически это приведет к тому что резко выросли зарплаты в частном секторе никакой инфляции не будет никакого роста цен не будет я знаю многие здесь начинают комментировать что хлеб тогда будет 500 тенге или 5000 тенге все это ерунда я как экономист это аргументировал второе необходимо поднять зарплаты пенсии пособие в два раза третье списать все потребительские кредиты четвертое выйти из одкб и е.с. поддержим жанна зень алга казахстан до сих пор